Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому и Истинному! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, всех вас приветствую и благоставляю именем Господнем, именем Иисуса, возлюбленного нашего Спасителя, сладчайшего Господа, как поется о Нем в наших православных акафистах. Слава Богу! И как православный архиерей, как священнослужитель реформаторской православной церкви Христа Спасителя, я сегодня хочу продолжить тему Хануки. Сегодня, кстати, завершающий день праздника обновления, как говорится в Новом Завете в синодальном православном переводе. Праздник обновления. Или же в оригинале это слово звучит как Ханука. Ханука. Ханука это праздник обновления на самом деле, праздник освящения, освящения, обновления, имеется в виду Храма Божьего. Храма Божьего. Из истории мы знаем с вами, в наших православных Библиях есть не только богодухновенные, канонические писания, но также по древней традиции такой старинной нашей православной публикуем. Мы также в этих Библиях, кроме богодухновенных книг, еще и также не богодухновенные, но исторические писания полезные, назидательные для чтения. Я лично, знаете ли, с этим не совсем согласен, вернее даже совсем не согласен, если брать мое личное мнение, частное богословское мнение. Я об этом говорил и говорю часто в лекциях, в семинарах, что на мой взгляд это наш грех, считаю даже церковный. Есть грехи индивидуальные, личные какие-то, а есть и грехи какие-то такие общественные, национальные, государственные и в том числе церковные грехи. И в каждой, думаю, не только мы православные, но и в каждой конфессии, в каждом направлении христианства есть какие-то свои грехи, какие-то вот такие, знаете ли, заблуждения. И вот одно из таких досадных, на мой взгляд, очень даже досадных заблуждений нашей церкви православной вкупе в целом. Я не говорю сейчас про реформаторскую православную церковь Христа Спасителя архиепискому, которой я являюсь. Почему? Потому что наша юрисдикция именно в такой не очень дружной семье разных православных течений, каноничных, неканоничных, староканоничных, разных, старого обряда и нового обряда. Знаете ли, наша церковь, наша юрисдикция непосредственно, она держится такого правила. С самого начала мы определились с этим, что коль Библия, значит книги богодохновенные должны быть там. Но, в общем-то, в изданиях православных и Московского патриархата, и Киевского, и всех остальных юрисдикций, трудящихся на территории бывшего Советского Союза, то, к сожалению, продолжается по-прежнему вот эта традиция, на мой взгляд, в корне неправильная. Я предлагал и предлагаю всегда, что если мы считаем, мы как православные христиане, если мы считаем книги неканоничные, полезные, допустим, назидательные, то надо их отдельным изданием печатать, отдельным выпуском каким-то, отдельной книгой. Я думаю, это будет честно и порядочно, потому что приходит все к тому, что многие, и не только православные, кстати, но и протестанты, и неконфессиональные разные группы, знаете ли, читая Библию, покупая вот нашу, допустим, православную Библию обычную, в обычном православном храме, приходят, читают и вводятся порой в заблуждение, потому что вот тот листок, который вот как бы между заветами обычно публикуется у нас, о книгах каноничных и неканоничных, обычно все это написано очень таким сложным слогом, во-первых, во-вторых, мало кто читает из тех, кто читает, изучает Библию, именно этот листок, а жаль, что мало читает, потому что на самом деле проблема-то серьезная. Есть богодухновенные книги, одним словом, есть небогодухновенные книги, которые и православная церковь считает небогодухновенными, но в одной обложке, знаете ли, печатает все это, но это уже, ну к слову, сказал уже, значит, чтобы разобрались с этим вопросом. Поэтому я говорю тоже часто братьям, там, сёстрам, и православным, и инославным, там, разным христианам, которые вопросы задают, вот в сети тоже вопросы и о Библии в том числе приходят. Я говорю, конечно же, читайте, не бойтесь читать и книги, не только библейские, да, богодухновенные, но и небогодухновенные, неканонические писания, не бойтесь их читать, конечно, просто будьте на страже, будьте внимательны и, знаете ли, хотя, в принципе, даже богодухновенные писания читаю, человек порой, знаете ли, впадает в такие крайности, какие-то заблуждения, но тем более, если читает книги не богодухновенные, там, как бы, попасть во всякого рода ереси, вообще, проще простого. Так вот, дамы и господа, братья и сёстры, дорогие друзья, ну, позвольте себе тоже вас поприветствовать старым добрым еврейским приветствием на Хануку, Хак Ханука Самеях, ну, Хак Самеях мы обычно на празднике все говорим, а Ханука ещё вставляем Ханука, Хак Ханука Самеях. Светлые и счастливые всем вам Хануки, хотя Ханука уже завершается, сегодня уже второе телето, значит, число 20 декабря по гражданскому календарю нашему 2017 года. Вот, и завершающий сегодня день Хануки. Сегодня ханукальная минора, мы её называем Хануки, она девятисвешная, в отличие от обычной миноры, семисвешной, и сегодня горит вся эта ханукальная минора, вся эта хануки, горит все 8 свечей, означающие все эти 8 дней горения, и служка, шамаш мы её называем. Вот, и очень красивый, солнечный такой светлый праздник, добрый, радостный праздник света, праздник любви, праздник обновления, праздник реформации, скажу так даже, да, я его так обычно называю ещё, праздник реформации, потому что шла речь, если из истории этого праздника, вот читая книги неканоничные, маковейские книги, в частности, я имею ввиду то, где рассказывается как раз о празднике, об истории, о предыстории и истории праздника Хануки. Так вот, значит, действительно, чудо Божье, Бог совершил, сотворил там, и мы говорим об обновлении и освящении храма Божьего, но, в отличие от ветхозаветных верующих, в частности, вот современных, допустим, ветхозаветных верующих, вот, иудеев, традиционных, я имею ввиду, немессианских, иудеев, ортодоксальных, там, прогрессивный иудаизм, разных других течений, существующих сегодня в иудаизме, кроме мессианского, конечно, иудаизма, вот, который является именно таким еврейством, новозаветным еврейством. Так вот, ветхозаветное еврейство, ветхозаветное иудейство, к сожалению, знаете ли, празднуя Хануку, не имеет возможности насладиться всей полнотой этого праздника. Говоря и празднуя, в общем-то, о Хануке, празднуя Хануку, традиционный иудаизм, он, все-таки, более смотрит в прошлое, в прошлое. В отличие от нас, новозаветных верующих, христиан и иудеев, мессианский иудаизм, и вот, и христианство разных течений, празднуя Хануку, когда мы празднуем праздник обновления, перечитываем книги Маковейские, допустим, вот, мы православные часто перечитываем книги Маковейские, вот, размышляем об этом, об этом, в православной традиции есть даже еще не только зимняя, вот эта вот наша традиция Хануки, Хануки, да, народная еврейская традиция Хануки, но есть еще и летняя Ханука, такая наша чисто православная, церковно-религиозная Ханука, когда вспоминаются герои Маковейские, да, интересная такая традиция такая существует, на мой взгляд, очень даже интересна традиция. Вот, и вот сейчас я даже кое-что зачитаю, так, здесь у меня на рабочем столе, так, и потому что о Хануке на самом деле у нас в православии, ну, скажу так, говорят, но обычно летом вспоминают, я имею в виду церковное такое православное. Так. Так. Сейчас. Так. Сейчас. А, вот уже август месяц. Так. Вот я зачитаю даже, именно, потому что в традиционном еврейском звучании имена немного по-другому звучат эти. Вот. В нашей православной традиции, в церковной, именно чисто церковной традиции, вот эта Ханука вспоминается летом. Именно непосредственно, вот 14 августа, я сейчас зачитаю сейчас, вот, написано так в календаре. Семи мучеников маковеев. И написано в 166-й год до нашей эры, до Рождества Христова. В общем-то, мученики маковейские и события Хануки, именно у нас, поэтому обычно летом, не то что обычно, а вообще летом в православии вспоминаются. Но зимой, вот, именно, я думаю, по старой доброй еврейской традиции, я думаю, нам стоит так же, не то что так же, а вообще вместе с иудеями праздновать, значит, этот праздник. Я в этом глубоко убежден, но в отличие от традиционного иудаизма, ветхозаветного, будем так говорить, верующих, ветхозаветных верующих, мы, новозаветные верующие, смотрим не просто в прошлое, не просто в то, что было, а в то, что есть и то, что будет даже больше. Потому что Ханука для нас, это не просто даже воспоминание о прошлом, обновлении храма того, который в Библии описывается, вот, первый храм, потом второй храм, событие Хануки непосредственно, вот, Маковеев, это событие обновления второго храма уже. Первый храм был построен еще царем Шлома, или Соломоном, как мы обычно в православии называем его. Царем Соломоном был построен великий храм Господу Богу Всемогущему, но затем по грехам нашим, к сожалению, да, этот храм был разрушен самим Господом. Да, когда перечитываем это в Библии, то действительно об этой страшной трагедии, разрушении храма, первого того храма, Соломонова, то действительно кровью сердце обливается. Действительно, эта трагедия, страшная трагедия, когда сам Бог уничтожает свой же храм, а народ свой предает врагам в рабство, в плен. И все это по грехам нашим. И Слово Божье учит нас такому библейскому взгляду в историю, на историю вообще как таковую, потому что вот именно неверующие люди, если даже из истории что-то и узнают, что-то читают, что-то изучают, то подходят к этому, как правило, с позиции судей, с позиции вот такой исконной, ну, изначально неправильной позиции, что вот если бы мы жили, я жил бы тогда бы, допустим, я бы так не поступил бы и прочее, прочее, прочее. Ну, это позиции неверующих, и вот те были хорошие, те плохие, там, такие, такие. Судить-то мы вправе, конечно, но весь суд только лишь у Господа. И для нас, новозаветных верующих, особенно, в частности, перечитывающих историю библейскую, и не только библейскую историю, вообще, историю как таковую, историю, допустим, народа Божьего Израиля, историю новозаветной уже церкви Иисуса Христа, историю христианства. Мы часто молимся, я лично часто молюсь, прошу Бога, особенно, когда преподаю историю христианства, провожу семинары такие по истории церкви, я говорю, Господь Божий избавь нас от злого духа, этого критицизма, чтобы мы не были судьями, не только живым, но и умершим, потому что единый судья у нас, у всех, это сам Господь Бог всемогущий. Вот так вот, а мы лишь свидетели Его и в этом мире. Поэтому учимся, дамы и господа, учимся. И из истории библейской, и вообще истории, мы учимся подражать вере тех, кто сохранил веру, кто прославил Господа в своей жизни. Вот, как написано в посланнике евреям в Новом Завете, такие слова есть потрясающие. «Поминайте», написано, «наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье». И дальше написано, «и взиральную кончину их жизни, написано, подражайте вере их». А дальше говорится, «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же». То есть тот же Иисус Христос, что был прославлен в судьбах прошлых поколений верующих, что передали нам эстафету веры, Он тот же самый и сегодня здесь, в нас, и среди нас, среди народа своего, его, слава Богу, в церкви своей, святой, в которой есть столб и утверждение истины. Да-да, дамы и господа, именно так. Столб и утверждение истины. Как раз именно о том и говорится в Слове Господнем, в Слове Божьем, что церковь – это не просто организация, структура, не просто юрисдикция, конфессия, не просто там православие или католицизм, или протестантизм, или разные другие течения неконфессиональные, знаете ли, разные. Сегодня христианство очень пестрое такое, знаете ли, многоветвистое дерево такое. Но корень у нас один, основание одно, ибо никто, Павел пишет апостол, не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И Ханука для нас, я повторяю, это действительно праздник не просто прошлого, а будущего. Потому что, вот я начал о храмах говорить, для нас сегодня актуально даже не просто вспоминать о первом храме, или о втором храме, который пережил, собственно, вот эту Хануку первую, да, вот именно обновление-то. Нам свойственно больше рассуждать о третьем храме, в эпоху которого нам посчастливилось жить. Слава Богу! Третий храм Божий – это действительно величайшее чудо, который уже на сегодняшний день, этот третий храм, превзошел славой своей, Божьей этой славой в нем, превзошел все, что знало человечество до того. И первый, и второй храм вместе взяты. Знаете ли, слова Мессии исполнились Христа буквально, что на всяком месте мы ныне поклоняемся Отцу в Духе и в Истине. И храм Божий – это столб и утверждение истины. Храм Божий – церковь Бога Живого, тело Его, храм Божий. Восхитительно просто читать слова апостола Павла, который пишет Коринфянам первым в своем письме, третий раздел, третий глава, в 11 стихе он пишет, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. А в 16 стихе ниже он пишет, разве не знаете, он говорит, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. То есть в нас, новозаветных верующих, сегодня живет Дух Божий, и мы – христиане, новозаветные верующие, мессианские иудеи, христиане разной конфессии, неконфессионально верующие, всякие, мы являемся таким третьим уже храмом Божьим, который строится, да, стройка затянулась с одной стороны, уже на протяжении двух тысячелетий. Стройка тысячелетий – действительно великое чудо. Да, и великое чудо в том, я думаю, что основанием этого храма Божьего является сам Христос, и куполом этого храма является сам Иисус Христос. И весь этот храм – это и есть тело Мессии, тело Иисуса Христа. И больше того, скажу, что и сам этот храм, святой в Господе, на основании апостолов и пророков созидается, я так рассуждаю, здесь еще и такое указание на послания и новозаветные, и ветхозаветные, но и на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, на котором все это здание слагается, строится из живых камней. И в этой стройке тысячелетий действительно порой все замирало, порой казалось, что стройка превратилась в такой долгострой, порой, может быть, со стороны многим казалось, что уже церковь мертва, и строительная площадка уже все, навсегда стройка остановилась, и проще уже, наверное, снести это здание даже. Чем продолжить строительство. Да, был период, многовековой период великой деформации, деградации мирового христианства, но, по милости Господней, слава Богу, пять столетий назад на строительной площадке этого третьего храма вновь закипела во всю работа. Началась перестройка, началась реформация, закончилась деформация церкви, началась реформация, то бишь восстановление, покаяние, исправление церкви, возвращение к истокам, к основанию, к первому этому, ну как проекту, будем так, божественному проекту. И церковь начала действительно строиться, ну, скажу так, вновь очень активно, и вновь она стала строиться вот все более и более библейски. Это очень верно, очень правильно. То есть, согласно тому проекту, который сам Бог изначально как бы и дал, но от которого строители последующие, к сожалению, многие стали отступать. Ведь не только, к сожалению, вот во времена самого непосредственно земной жизни Иисуса Христа, но и в последующие века, и в наши дни, к сожалению, далеко не все принимают камень. И до сих пор этот великий драгоценный камень, который Иисус Христос, Мессии, Машех, многими пренебрегаем, значит, и отвергаем. Камень, который отвергли строители. Но он стал главой угла. Это от Господа, это дивно в наших очах. Слава Богу! Да, друзья, поэтому мы новозаветные верующие, действительно, рассуждая о Ханаке, мы говорим не только о прошлом, даже не сколько о прошлом этого празднества, не сколько о тех событиях второго храма, вот, а сколько о третьем храме. Поэтому, я думаю, что в отличие от традиционно-хартотоксальных иудеев, у мессианских иудеев и у христиан разных конфессий, больше поводов праздновать Ханаку и больше, скажу так, насыщений, самопразднование, думаю, оно должно быть более насыщенным и более торжественным. Потому что это наш праздник, это действительно, скажу, праздник Божьего чуда, который Он совершил там, в Иерусалиме, и который Бог совершает ныне здесь, по всему лицу земли. Да, слава Богу. И, дорогие друзья, благословляю всех вас, я буду продолжать еще говорить и сегодня, и, в общем-то, в последующие дни о Ханаке, ведь, хотя календарная Ханука сегодня уже завершается, сегодня последний день Хануки, напоминаю, с 25-го Кислева по 2-й Тевеса, значит, совершается празднование календарное Хануки, ну, и наше летнее еще плюс вдовесок православное чисто церковное празднование Хануки, которое летом совершается, в августе месяце. Вот, так что, дамы и господа, буду продолжать тему, и в нашей киевской архиепископии будут также в конце января, получается, и в февраль месяц уже будут, даст Бог, проводить как раз занятия, семинарские занятия и занятия нашей школы, и, в общем-то, будут продолжать тему Хануки, потому как действительно Ханука навсегда, и для нас это праздник реформации, слава Богу. Ну, и, конечно, в августе месяце уже, даст Бог, жизни уже 2018 года, вот, приглашаю вас на такое празднование Хануки, церковное, православное такое празднование Хануки. Вот, до, значит, августа месяца у нас будет ряд мероприятий, посвященных этой тематике, как раз я буду говорить о героях Маковеях, мы будем перечитывать вновь и вновь книги Маковейские, рассуждать о прошлом, но в большей степени рассуждать о нашем времени и о будущем, потому что действительно время начаться тут с Дома Божьего, и Господь грядет, и как великий реформатор, действительно, и Церковь Божья сегодня должна пережить Хануку как никогда вообще, потому как в этой эпохе Великой Реформации, ведь пять столетий тому назад закончилась эпоха Великой Деформации, и началась эпоха Великой Реформации. До того самого благословенного 1517 года была эпоха Великой Деформации, деградации Церкви, христианства как такового, уничтожения, отступления, апостасии по-гречески, но в 1517 началось Великое Чудо, как вот Чарльз Перджин, по-моему, говорил, значит, ступ молотка этого монаха, говорит, пробудил всю Европу, да, как раз октябрь 17-го года, 31 октября 1517 года, Мартин Лютер прибил тезисы к дверям Виттенбергского собора всех святых, и вот скажу так, что продолжая мысль насчет Чарльза Перджина, скажу, что истук молотка этого монаха пробудил весь мир, по сути, весь христианский мир точно, вот, и началась эпоха Великой Реформации, и поэтому Мартина Лютера, Улья Рихотсвингли, Мино Симмонса, Валтасара Губмайера, ну, конечно, Жанна Кальвина, безусловно, и всех прочих реформаторов тогда, вот, 16-го столетия, я называю как раз такими маковеями уже современной эпохи, церкви Нового Завета, церкви Божьей, церкви Христовой, для нас, новозаветных верующих, нашей новозаветной уже истории, действительно, это так, и слава Богу, что и после тех маковеев 16-го столетия, Бог поднимал маковеев и 17-го столетия, и 18-го, и 19-го, и 20-го, и вот уже 21-го столетия, слава Богу. Как говорил один из отцов раннего христианства, ранней церкви, еще 3-го столетия, спустя 200 лет после начала истории нашей церкви с вами, церкви Иисуса Христа, Божьей церкви, это был Киприан, архиепископ Карфагенский, он говоривал, экклезия, семпер, реформанда, церковь непрестанно реформируется, ведь, на самом деле, если она не реформируется, то деформируется, диалектика, господа, все сейчас изменяется, поэтому именно реформанда, именно реформация, реформируется церковь. Вот, и наша юрисдикция православная даже так и называется, в общем-то, мы даже в название поместили это слово как раз в своей юрисдикции, мы называемся реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Ну, и я, ваш покорный слуга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, благоставляю всех вас во имя Господне, ханукальным таким божественным благословением из Библии, из 4 книги Моисеевой, из книги чисел 6 главы, благоставляю вас словами благословения священников, и благоставляю вас, благоставляю ваши дома родных и ближних, благословляю ваши церкви, ваши конфессии, динаминации во имя Господне, потому что церковь Иисуса Христа, по большому счету, она одна, независимо от разных собраний, разных конфессий, разных учений, доктрин, обрядов, традиций есть, одна, хотя многим это не нравится идея, но слава Богу, что Господь с нами не советовался, слава Богу, что Он так решил, и Он держится такого правила, церковь Его одна, она едина, она неделима на самом деле, независимо от наших всевозможных таких религиозно-политических таких подвижек, слава Богу, благоставляю вас благословением священников, Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которое надлежало бы нам спастись. Благословляю всех вас во имя Господне. Божьей милостью, архиепископ Сергей Жрулев. Ханука, 5778 года, от сотворения мира. Или же сегодня, 20 декабря 2017 года. Ханука, 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 Ханука. Традиции Хануки прекрасные. Я благодарен Богу за еврейский народ, который сохранил многие прекрасные традиции Хануки. Я думаю, нам, христианам разных конфессий, следует многому, о чему поучиться. Действительно, у евреев, у иудеев, и это, знаете ли, конечно, для многих из нас, христиан, это еще и ломка гордыни, такой многовековой, тем более, всякого суеверия, антисметизма. Но кому мы хуже делаем, знаете ли, себе же хуже делаем, если мы, знаете ли, гордимся, бесчинствуем, если мы только себя правильными считаем. Ну, несчастное сектантское мышление, несчастье лишь порождает, но счастье порождает подлинно христианское, евангельское, библейское мышление. Пусть Господь благословит нас всех во имя Христа Иисуса. Аминь. Ханукка, Ханукка.